МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"По решению губернатора Василия Голубева семье нашего земляка Владимира Халимона, погибшего при крушении самолета Минобороны, выплатят миллион рублей. Средства на материальную помощь близким солиста ансамбля имени Александрова выделены из резервного фонда области. Здравствуйте. В студии Мария Филинкова. Повестка дня на Дону. Талант был виден с детства. Погибшего в авиакатастрофе солиста Владимира Халимона вспоминают в родной Красюковской школе. Что бы ни происходило, у него всегда была улыбка. Всегда была улыбка. На всех мероприятиях, которые были в классе и в школе, он всегда пел. Место для готовых к труду и обороне в Ростове открыт Центр тестирования ГТО. Я сейчас очень волнуюсь перед этим всем, потому что я участвую за свою школу. Это честь для меня. Аптечный музей или музейная аптека в ростовском фармучреждении можно и купить лекарства, и углубиться в его историю. Изначально, с 4 века, со времен Галена, лекарства готовились непосредственно для конкретного индивидуального человека. У елки с полевой кухней жильцы Азовской многоэтажки на Осипенко фавориты конкурса на украшение двора. Эти чай пьют, ухуварим по праздникам иногда, то есть то, чего нет у других. Звездолет для Деда Мороза в Ростовском театре Горького в Новый год предлагают влететь. Хорошие для детей песни получились и ритмичные, и поучительные, и добрые. В авиакатастрофе ТУ-154 погиб наш земляк, выпускник Ростовской государственной консерватории Владимир Халимон. Материал о том, каким будущего солиста ансамбля имени Александрова запомнили в родной Красюковской школе, мы сделали вместе с коллегами из телекомпании «Видеотон». Так мастерски исполнять «Калинку» в хоре ансамбля имени Александрова мог только Владимир Халимон. Именно он солировал ее на концертах в разных странах. Спеть свою коронную должен был и на авиабазе «Хмимим» в Сирии. С детства Владимир буквально жил музыкой, чтобы дать сыну образование. Отец, который, кстати, один воспитывал восьмерых детей, возил его в музыкальную школу в соседний поселок из Красюковской слободы Персиановский. Он окончил нашу школу, потом поступил в Шахтинское музыкальное училище, затем в Ростовскую консерваторию и был призван в ряды российской армии. Там его услышали, заметили и предложили петь в хоре имени Александрова. Он брал уроки у самого Иосифа Кобзона. В Красюковской 63-й школе всегда гордились успехами ученикам. Дважды он признавался певцом года в районном конкурсе талантов «Звезда подростка». Так что никто не удивился, узнав, что земляк стал одним из ведущих солистов знаменитого на весь мир ансамбля. У нас маленькая школа, но когда он выступал, все абсолютно знали, что Вова выступает. Что бы ни происходило, у него всегда была улыбка. Всегда была улыбка. На всех мероприятиях, которые были в классе и в школе, он всегда пел. Хороший друг, добрый и отзывчивый, с прекрасным чувством юмора и невероятно талантливый. Таким вспоминают Володю Халимонов в Красюковской. Когда 37-й по списку я увидела, что Халимон Владимир Л. Леонидович, то это бесспорно. Поняли, что он, и до слез. Сегодня на линейке плакали все. И смуглянка, мол, таланка по тропинке в лес ушла. В том обиду я увидел, что с собой не позвала. На авиабазе Хмеймим дончанин должен был спеть и легендарную смуглянку, так как 9 мая этого года на Красной площади. Владимиру Халимону было всего 32 года. У него остались жена и маленькая дочь. А на следующий день после авиакатастрофы от лейкоза умер младший брат Владимира. От отца, уехавшего в Москву, смерть второго сына до сих пор скрывают, чтобы хоть как-то ослабить двойной удар. Соболезнование семье Владимира Халимона выразил губернатор. В телеграмме Василия Голубева говорится «Это невосполнимая утрата и тяжелое горе для всей семьи. Разделяю вашу боль и скорблю вместе с вами». Региональная корпорация развития по поручению губернатора продолжает выплаты задолженностей по зарплате шахтерам компании банкрота «Кинкоул» в Гуково. Общий долг шахтерам – 300 миллионов рублей. До конца года должно быть выплачено 50 миллионов. И этой непростой проблемой областное правительство продолжит заниматься в 2017-м, заверил губернатор. Конечно, добиться полного расчета и закрыть тему хотелось бы скорее, но это нереально по действующим федеральным законам. «Сегодня в условиях нынешнего законодательства возможности погашения этих долгов за счет бюджета и резервного фонда правительства отсутствуют. Не существует. Как только состоял, от нецелевой использования денег. Понимаете, что за этим следует? Тем не менее, мы нашли это решение. Сначала частично в сентябре. Сейчас перед новым годом мы выплатим зарплату за 2,5, может быть, даже 3 месяца. Ну, это уже реальная выплата сегодня идет». В то же время Василий Голубев предостерегает от спекуляций на шахтерской теме и призывает оппонентов не нагнетать недовольство людей. «Уверен абсолютно, из этих сложных ситуаций можно выходить только, когда рядом с тобой эксперты, когда вы находитесь на взаимоотношениях с людьми, которые оказались в сложной ситуации, тогда они нас понимают. Ну, а нашим оппонентам могу пожелать только одного. Если хочешь решать проблему, бери лопату и копай вместе с нами». Новым секретарем регионального отделения «Единой России» избран председатель законодательного собрания Александр Ищенко. Он сменил Виктора Дерябкина, ставшего депутатом Госдумы. Конкурентом Александра Ищенко был директор колледжа водного транспорта Владимир Маевский. В ходе тайного голосования спикер парламента набрал 392 голоса из 463 и будет секретарем регионального отделения партии ближайшие 5 лет. Стекла станут чище. 40 тысяч литров контрафактного стеклоочистителя изъяли донские полицейские в Таганроге. Производили его в нелегальном цеху. В помещении обнаружено более 5000 бутылок с жидкостью. Еще 2000 в грузовике рядом с цехом. В ближайшее время подделка должна была отправиться в магазины. Изъятая продукция направлена для проведения исследования. Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Акцизные марки подделка, этикетки подделка, что уж говорить о содержимом. Больший груз, перевозивший 27 тысяч бутылок спиртного, без документов задержали полицейские на трассе М4 Дон в Чердковском районе. И через него вышли на подпольный алкогольный цех. Полицейские установили, что алкогольная продукция была изготовлена в селе Алексеево-Лазовском, где был оборудован цех с автоматизированной линией розлива. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 20 тонн спиртосодержащей жидкости, находившейся в полимерных емкостях. Также суррогат был расфасован в более чем 36 тысяч бутылок с наклейками известных брендов. Полицейские подсчитали, выручка от продажи изъятого контрафакта могла превысить 12 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Дальше о продукции, состав которой вне подозрений. Сливочное масло и полуприцепы цистерны теперь со знаком качества. Список бренда, сделанного на Дону, пополнился продукцией еще двух компаний. Белый медведь получает знак уже не первый раз, а вот ООО «Бонум» добровольную сертификацию прошло впервые. Батайское предприятие производит полуприцепы цистерны для перевозки топлива, цемента и битума. Коммерческий директор компании уверяет, эта техника – лучшая в стране. Самой главной целью нашей работы именно – это качество. Это качество, это развитие машиностроительной отрасли у нас в регионе, потому что мы единственный завод, в принципе, в ЮФО, который занимается промышленным производством полуприцепов цистерны. Под донским знаком качества выпускают продукции уже три десятка предприятий, а число наименований товаров давно перевалило за сотню. Да, мы достигли той планки, той, скажем так, целевого показателя, который перед собой ставили. То есть завершая 2016 год, мы можем четко это сказать. Безусловно, на 2017 год планы гораздо масштабнее, гораздо грандиознее. Ну и, наверное, планку, не наверное, а планку мы точно не собираемся понижать. Каждый из нас теперь может сдать нормы комплекса «Готов к труду и обороне» в специально отведенном для этого месте. Центр тестирования ГТО торжественно открылся в легкоатлетическом манеже ДГТУ. Удар гонга как выстрел стартового пистолета. Тестирование началось. В первый день проверить свои силы собрались две с половиной сотни школьников и студентов. Многие сдают нормы ГТО впервые. Я сейчас очень волнуюсь перед этим всем, потому что я как бы участвую за свою школу. Это честь для меня. У меня была такая позиция, что вот если предложил, то почему бы не пойти. Я как бы не задавался цели, но было интересно посмотреть, что это такое. Все нравится, все по-спортивному, все активно. Вдохновляет ребят настоящая чемпионка. Руководитель центра и по совместительству главный судья Юлия Погоня. Победитель и бронзовый призер чемпионата Европы по академической гребле. Недавно и сама сдала нормы ГТО на золотой значок. После соблюдения некоторых формальностей претендовать на золото может каждый. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте www.gto.ru полностью все данные. Затем заполняется заявка непосредственно в наш центр тестирования ГТО. И по мере формирования группы в определенные данные данного центра дни выполнять нормы ГТО. Есть и материальный стимул. Студенты, сдавшие ГТО на отлично, получают повышенную стипендию. А именно занятия и сдача норм ГТО, она стимулирует молодежь для того, чтобы они занимались спортом. Потому что для нас это ценно. Потому что занятие спортом – это здоровая нация. Здоровая нация – это будущее сильное России. Галина Горлова, Сергей Вишняков, на Дону. Порыв водопровода или обрыв провода может испортить Новый год сразу целому дому или микрорайону. Так что спасатели подходят к празднику как к чрезвычайной ситуации. Готовность ликвидировать последствия коммунальных аварий доказали на областных учениях в шахтах. Фонтан воды остановить и летом непросто. А в холода – это уже серьезная проблема. По легенде учений, наиболее сложная обстановка сложилась в шахтах. Тут и авария на водопроводе, и котельная без электричества осталась. И утечка газа в пятиэтажном жилом доме. Но испорченный Новый год спасают за считанные минуты. Даже пункт обогрева развернуть успели. Установили колодец, вот разборный колодец вот там стоит. Дальше мы воду ведем к себе уже самым. Отрабатывать навыки спасения праздника приехали более двух тысяч человек. Задействовали 600 единиц техники. Вывод справится с ЧАЭС – регион готов. То, что я увидел, говорит о том, что город готов к проведению новогодних праздников. Соответственно, есть техника, есть люди, которые должны быть на местах. Соответственно, на всех участках будут находиться руководители. Сразу после учений заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧАЭС. Зима обещает быть суровой, так что нужно быть готовыми разрулить заторы на трассах изо льда и снега. Со всеми проблемами техника должна справиться. Пришла к заключению комиссия. АПЛОДИСМЕНТЫ Юлия Карасюк на Дону. Активные студенты ЮФУ, ДГТУ и Иргупса проведут на Дону благотворительную акцию «Рождество 2017. Синергия благотворит». Участники Межвузовского студенческого объединения хотят собрать деньги для детдомовцев, больных детей и животных, о чем мы рассказали сегодня в ДонМедиа. В первых числах января собирать средства будут в ростовских храмах, которыми активно занимаются вузы Иоанна Кронштадтского, Старопокровском и Татьянинском. Надеются благотворители и на интернет-аукцион. Один лот многих приятно удивит. Это футбольный мяч с подписями всех игроков футбольного клуба Ростов. Акция называется «Синергия благотворит». Мы ее пишем в одно слово через хэштег, для того, чтобы во всех соцсетях можно было отслеживать и ход акции, и одновременно после проведения акции отслеживать поступление средств. Собранные деньги пойдут в трех направлениях. В детский дом в селе Колушкино Тарасовского района, игровую комнату ростовского онкоцентра Начинцова и приют для бездомных животных «Зоопомощь». Скучно у телевизора? Выходи во двор и води хороводы с соседями. Гирлянды, игрушки и Дед Мороз под елкой теперь делают новогодними не только квартиры и дома. В Азове объявили конкурс на лучшее украшение дворов многоэтажек. И одними из первых откликнулись жильцы многоквартирного дома по улице Осипенко. С маленькой елочке холодно сегодня. Из лесу елочку взяли мы домой. Елочка, конечно, не из лесу, но главное ведь не это. Она по-настоящему праздничная, потому что наряжали всем двором. Для украшения двора доставали все, что есть. Например, из местного спортивного зала теннисный стол, на котором теперь стоит елка. А тренажер для отработки ударов Герман теперь Дед Мороз. Я украшал елку красиво, я вынес игрушки. Я гирлянды вешал, огоньки. А Соня Щербинская, написав письмо Деду Морозу, теперь ждет под этой елкой особенного подарка – веселую игру «Пирог в лицо». Там ложишь или сливки, или губку мокрую, и потом там такая лопаточка, ее крутишь, и эти сливки или губка мокрая, она тебе в лицо прямо. Конкурсантов много, поэтому обязательно найти свою изюминку. И жильцы 47-го дома по Осипенко решили встретить Новый год в полевых условиях. Та же самая полевая кухня, которой ни у кого нет, а у нас есть. Вот видите, чай пьют, уху варим по праздникам иногда. То есть то, чего нет у других. Где удалось достать полевую кухню, не признаются. А вот порулить ею на раздачу конкурсную комиссию допустили. Приходите давайте на чаек, у нас еще есть уха. Объединяем молодежь и взрослое поколение. Не обязательно закупить очень много дорогого красивых игрушек или красивых елок. Главное, чтобы это сделано было совместно с детками. Победят в конкурсе три двора. Каждый получит по 10 тысяч рублей. А уже в следующем году в предновогоднюю гонку украшений планируют включить и частный сектор. Олеся Слынько, Юрий Бабенко. На Дону. Звездолет для Деда Мороза сел в Ростовском театре Горького. Именно так назвали здесь новогодний спектакль для малышей. Но для начала залетаем в фойе и кружим вокруг звезд на елке. На встречу Новому году летим вместе с любимыми героями. Деда Морозом и Снегурочкой, с комарухами и снежинками. Перед началом спектакля пролог с шарадами, музыкой и огромной елкой. Такой большой она бывает только в детстве. Надеемся, что в театре Горького будет самая лучшая елка, потому что это как бы такой театр наш давнишний уже. И здесь всегда мы ходим с мужем на спектакли, на взрослые. Поэтому решили и ребенка сюда же привезти. Здравствуй, зимушка, зима. Белый срок у тебя. Горь, громче. Громче говори. Лыжи. Садки, коньки, новогодние деньки. Новогодние деньки – самые ожидаемые. А самый долгожданный гость – Дед Мороз. В Новый год от непременных ритуалов отступать нельзя. Сначала «Елочка гори», а потом хоровод с песенкой, которую знают дети и не забывают взрослые. Подхватывайте с нами. И вот она нарядная. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Спектакль «Звездолет для Деда Мороза», как положено, на новогоднем утреннике, интерактивный. Маленькие зрители вовлечены в действие, отвечают на вопросы, подпевают, а действие идет по нерушимым законам сказки, где добро обязательно победит зло. Сказка яркая, «Звездолет для Деда Мороза». Музыкальная. Музыку написал наш заведующий музыкальной части, композитор Олег Коваленко. Стихи наш артист Сергей Соколовский написал. Так что хорошие для детей песни получились. И ритмичные, и поучительные, и добрые. Галина Белоусова, Сергей Вишняков, Надану. Далее сообщение с мест. Ростовская ОС отметила юбилей пуска первого энергоблока. 15 лет назад это событие стало знаковым для всей российской атомной отрасли. Наш энергоблок стал первым в стране, пущенным после распада СССР. А до того почти 10 лет был законсервирован. И все эти годы работники станции делали все, чтобы его сохранить. Очень сложно передать те чувства, которые мы испытывали, когда у нас блок задышал. Это блок, который, я не знаю, можно назвать многострадальным, который очень много лет в каком-то был замороженном состоянии. Я даже, честно, откровенно скажу, не верила, что его можно как-то восстановить, возобновить, и что он действительно заработает и пустится. Сегодня на Ростовской ОС работают три энергоблока. С пуском четвертого, запланированным на следующий год, область войдет в десятку российских регионов-лидеров по объему генерации. А вопрос энергодефицита юга страны будет закрыт полностью. Боевой путь десантного корабля «Новочеркасск», совершившего более десятка походов к берегам Сирии, жители города смогут узнать из выставки. О создании экспозиции договорились мэр «Новочеркасска» и заместитель командира корабля. Молодежь будет смотреть, и стремление появится больше и родине служить. Особенно будет почетно на корабле служить, на «Новочеркасске». Место для экспозиции определяют в ближайшее время. Сейчас десантный корабль на плановом ремонте к боевым выходам будет готов к весне. В экипаже морских пехотинцев 13 новочеркасцев. В Таганроге открылась главная городская елка. Но те, кто пришли поводить хоровод, даже не догадывались, что 10-метровую зеленую красавицу вырастил в своем дворе таганрожец. А посадил 29 лет назад в честь рождения дочки. Каждый год семья наряжала ель, водила хороводы. Но дочка повзрослела, и дерево во дворе стало мешать. К тому, когда сотрудники центрального городского парка предложили срубить ее под самый корешок, на радость маленьким жителям Таганрога, хозяин возражать не стал. Спилить елку оказалось непросто, понадобились усилия бригады в десяток человек. А на установку и украшение ушло два дня. Необычный музей открылся в ростовской аптеке. Теперь, не отходя от кассы, после покупки современных препаратов, можно посмотреть, где раньше хранили порошки и мази, или как делали, например, лечебные свечи. Экспонаты 19-го и 20-го веков собирали по всей области. Идею собрать музей аптечного дела подал руководитель аптеки. Теперь здесь еще и рассказывают о профессии фармацевта и перемещают в прошлое. Изначально, с 4-го века, со времен Галена, лекарства готовились непосредственно для конкретного индивидуального человека. Составлялась пропись, на основании этой прописи делалось лекарство. Все ингредиенты, формы и оборудование можно использовать и сейчас. Например, смахнуть пыль с измельчителя основ, похожего на мясорубку, и приготовить лечебную свечу. В машину добавляли ингредиенты, основной из которых – масло какао, и формировали массу. Продолжался процесс на субпозиторной машине. Оборудование начала 19-го века сохранилось так, что готово к работе. Мы отмерили, сколько нам необходимо было сделать свечей, потом поместили в эту машину, использовали как пресс, и у нас вышло то количество свечей, которое нужно, того размера, который необходимо. Вы обратите внимание, размеры здесь разные. Потом эту машину усовершенствовали, чтобы изготавливать продукт по стандарту. Герметичные склянки обеспечивали долгое хранение болтушек, микстур и настоек. В ступках готовили порошки, измельчали семена, мази расфасовывали металлическим шпателем. Главное – не ошибиться с дозировкой. Стенд весоизмерительного хозяйства особо важен. Равноплечные весы используют и сейчас. Их преимущество в измерении малых объемов, например, для детей. Поэтому и гирьки тут до тысячных грамма. А этот фармацевтический шкаф-бюро использовали еще в начале 19-го века. Удобство в том, что в каждой полочке хранился ингредиент для изготовления лекарств по рецепту. А уже в верхний отсек складывались баночки и колбочки с готовыми лекарствами. Очень удобно. Многоразовый шприц – теперь тоже вещь раритетная. Стойкое жаропрочное стекло позволяло кипятить и стерилизовать инструмент. Иглы менялись. Аптека-музей продолжает собирать экспонаты и открыто для сотрудничества. Ксения Николаева, Юрий Бабенко. На Дону. На сегодня это все новости. В студии была Мария Филинкова. До встречи на Дону. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова